Добрый день, друзья! Сегодняшний мой обзор будет посвящен новинке седьмого каталога. Это парфюмерная вода Инфинита. Инфинита, да? Смотрим в каталоге и видим, что женственный аромат с жасмином Гранди Флорум из колыбели парфюмерии французского города Грасса. Давайте, прежде чем мы рассмотрим с вами новиночку, по нотам пробежимся. Давайте немного в историю с вами окунемся. Город Грасса находится на юго-востоке Франции, в провинции Прованс. А знаменит он также стал еще и благодаря популярному роману Патрика Зузкина «Парфюмер». Весь фильм сняли на этот роман, также с одноименным названием «Парфюмер». Так вот, все началось со средних веков. В этом городе Грасса процветали кожевенные мануфактуры все, кожевенные предприятия. И представьте, какой запах был от этих кожевенных фабрик. И многим жителям это не нравилось. И чтобы заглушить, скажем так, этот неприятный запах, они решили в своем городе создавать парфюмерные композиции. То есть ароматические композиции, эссенции делали ароматические. Затем это все совершенствовалось и создали они ароматические перчатки, чтобы вот именно не пахло вот этим, ну скажем таким, не очень приятным запахом, да, который идет от кожевенного производства. И также появились, вот развивалась, развивалась парфюмерная промышленность и появились в городе Грасса первые духи. Духи и благодаря природе вот этого города, и этот город превратился буквально в одну цветущую клумбу. И сейчас в городе Грасса две трети натуральных ароматов производится именно в этом городе. То есть ароматов Франции две трети, представляете, какой объем, идет именно из города Грасса. И вот эти все растения, которые там благодаря своему прекрасному природному климату произрастают, парфюмеру берут и для своих парфюмерных коллекций, да, для создания новых с вами духов парфюмерных вод. И одной из составляющих новой парфюмерной воды Инфинита является как раз-таки Жасмин Гранди Флорум. Он и произрастает в этом городе Грасса. Аромат у нас идет цветочный, фруктовый, древесный. Кроме Жасмина Гранди Флорум входит сюда в состав мандарин. Смотрим, Жасмин как раз этот Гранди Флорум и кашемировое дерево. Так, композиция идет цветочно-фруктово-древесная, изысканный и нежный аромат. Сейчас я его открою. Я обычно к Жасмину отношусь, скажем так, вот настороженно. Для меня это такой тяжеловатый запах, скажем так, тяжеловатый. Но здесь, знаете, Жасмин переходит в апельсиновые нотки. И он такой нежный, нежно-фруктово-цветочный действительно получается. Не приторно-сладкий. Вот сначала первая нота, которую сразу, когда вы только наносите на себя, это апельсин. Потом потихонечку раскрывается Жасмин своей красотой, своим вот таким запахом. Но он не резкий, он не резкий. И не такой вот, когда Жасмин цветет, кусты, заходим, мимо проходишь, вот он одурманивающий. Нет, здесь он настолько изысканный и очень такой приятный, нежный, приятный. Вот такой, я бы сказала, даже воздушный. А теперь давайте мы с вами рассмотрим подробно флакончик. Пробочка с логотипом компании. И знаете, она вот такая вот, ну, типа наждачечки, да, сделана рифленая такая рифленая штучка. Смотрите, абрикосово-апельсинового оттеночка она идет, как раз таки апельсин у нас входит, да, в состав. И нотки Жасмина, кашемировое дерево. То есть такие теплые, теплые оттенки, прозрачный флакон. Мне он напоминает такой, знаете, как на ножке, как будто вот на ножке стоит. Даже вот, ну, я бы назвала как-то вот, да, ну, это ножка, такая вот красивая ножка. Пульверизатор такого же цвета. 50 миллилитров объем. Здесь написано, написано название водички. Вот так вот закрывается, еще, 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 еще учет идет. Вот рассмотрели мы с вами, интересная она такая. Ну, довольно-таки, вроде с одной стороны простой, да, флакончик, но в то же время вот эта ножка, она как бы так вот более какой-то женственный, что ли, флакончик делает. Вот какой-то вот он нежный, теплый, нежный, такой, да, я бы даже сказала, хрупкий. Правда? Итак, мы рассмотрели с вами эту новинку, новинку седьмого каталога, который выйдет в седьмом каталоге. Запоминающаяся композиция, несмотря на то, что она яркая, такая легкая, воздушная, но она запоминающийся такой шлейф после себя оставляет. Вот мне неприторно, вот мне неприторно, мне легко. Вот я нанесла, я нормально себя чувствую. А вот в такой коробочке идет, простенько так написано, инфинита, да, вот такой флакончик. Итак, мы посмотрели обзор, надеюсь, вам он помог сориентироваться в выборе. Подписывайтесь на мой канал, до новых встреч, до новых полезных обзоров. Пока-пока.